Привет, я Мира. А это Соня, наша собачка. Это моя мама. Ммм, блинчики. И папа. Пап? Мой старший брат, Гоша. А здесь мы любим поговорить. Готово. Ммм, с бананом. Мама, только давай выходить скорее. Все уже на улице. Да-да, мне звонила тетя Лада, Ева уже во дворе. Они же начнут без меня. Сейчас, сейчас. Только надену на Сонечку ошейник, ей тоже не помешает погулять. Ой, извини, пожалуйста. Это есть ничего страшного. Мира, иди к нам, иди играть. Иди к нам в команду. Ваня, Саша, Петя, Таня, Ева, Ира. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Я седьмая. Как же поделить семь человек поровну? Нужен восьмой. Ага. Ммм. О! Стой! Куда? Не ходи туда! Уходи к нему! Это какой-то странный! Пусть уходит, это не его скамейка. Это вообще наша площадка. А может, он вообще не умеет играть в футбол? Так, уходи отсюда! Уходи отсюда! Что случилось? Ничего. Нам просто надо прогнать этого мальчика с площадки. Он тебя чем-то обидел? Нет, просто он чужой, странный, и пришел на нашу площадку. Пусть уходит. Почему? Он мне не нравится. Он другой. Все так думают. Уходи отсюда на площадке. Я понимаю. Мы верим своим друзьям. Нам с ними весело и не хочется ссориться. Особенно из-за тех, кого мы даже не знаем. С друзьями мы ничего не боимся. И это здорово. Да, они мои друзья. А его я первый раз вижу. Что он тут расселся? Вы не знакомы, но из-за этого не стоит его обижать. Но я не хочу с ним дружить. Совсем не обязательно дружить. Но очень важно уважать. Давай я попробую немного рассказать тебе об этом мальчике. А ты его знаешь? Нет. Но я знаю кое-что о нем. И думаю, у вас много общего. У него, кажется, тоже есть мама и папа. Совсем как у меня. И даже брат. Но они все равно какие-то другие. Это называется национальность. Люди другой национальности говорят на другом языке. У них часто отличная от нас внешность. И они любят еду, которую мы не готовим. И это всегда так интересно изучать другую культуру. Это помогает нам больше знать и делает наш взгляд на жизнь шире. Смотри, чем вы еще похожи. Он тоже любит собак. А может быть еще и кошек? Скажи, если бы на той скамейке сидела ты, как бы ты себя чувствовала? Мне было бы очень грустно и обидно. Еще мне было бы одиноко. И я бы, наверное, заплакала. Как-то это все нечестно. Я сейчас приду. Телетели, тесто жениха. И я тебе к нему. Ты нахожусь, не друг. Спасибо. Это ничего страшного. Держи. Извини меня, пожалуйста. Это было несправедливо. Это ничего страшного. Мама, а мальчик оказался очень добрым. Но почему-то все на него кричали. И даже я. Иногда проще быть, как все. Но в итоге каждый отвечает за свой поступок сам. Здорово, что ты извинилась. Для этого нужна храбрость. Представляешь? Храбрость такая тяжелая. А доброта легкая. Ну что, готова? Готова! Алло, мам. Ты дома? Ага. В холодильнике рис и котлеты. Обязательно пообедай. Ага. И еще. Аккуратнее. На диване папина посылка. Хорошо, хорошо. Ну пока, целую. На диване папина посылка. Папина посылка. Наверное, техника. Наверное, техника. Собрать и выкинуть в мусорку, чтобы никто не нашел. Папа вот-вот вернется. Папа вот-вот вернется. Надо скорее. Куда же подевалась посылка? Это очень дорогая вещь. Ты видел коробку на диване, когда пришел домой? И я разбил телефон. И папа с мамой сказали, что я плохой сын. Что со мной одни проблемы. Я им не нужен. Папа. Надо бежать. Ты знаешь, сколько стоила эта вещь? Пуша, ты что, меня не слушал? На тебя нельзя положиться. Я же просила тебя быть аккуратнее. Как же ты меня бросил? Вам будет без меня лучше. Я только все порчу. Свобода? Я могу делать все, что хочу? Субтитры сделал DimaTorzok Как же хочется есть. Ты что здесь делаешь? Где твои родители? Нигде. На работе задержались. Иди к нам. У нас переждешь. Мы ужин приготовили. Никогда не заходи в дом к чужим людям. Даже если они говорят, что знают твоих родителей. И не ходи в чужие подъезды, один или с друзьями. Иди, иди. Мне тут надо с одним делом помочь. Без тебя никак. Взрослый у ребенка помощи не попросит. Ты что, меня не понял? Я попросил мне помочь. Эй, ты. Деньги есть? Деньги есть? Ну, как я вернусь? Они меня ненавидят. Пойду еще раз посмотрю во дворе. Оставайся дома. Я поищу. Ты лучше позвони в полицию и в поисковый отряд. Ой, давай пока подождем. Нет, звонить надо сразу. Никогда не нужно ждать. Я тоже хочу пойти. Я не могу уснуть. Я понимаю. Мы все его любим. И волнуемся. Они меня любят? Все равно любят? Мама, прости меня. Я испугался. Я сломал папину посылку. Потом выкинул ее зачем-то. Потом мне стало совсем страшно. Мы очень сильно тебя любим. Сильнее любой посылки. Никакой твой поступок не может быть важнее тебя. Мама, я так вас люблю. Я так испугался. Мы тоже сильно-сильно испугались. Каждый из нас совершает ошибки. Папа, и даже ты? Даже я. И я. Давай договоримся на будущее, что из любой ситуации можно найти выход. Возможно, мы могли бы вместе все починить. Я совсем об этом не подумал. Внимание, внимание. Обнимание. Сейчас сломану от радости. Скоро надо идти. Ага. Они вот-вот приедут. Кто? Бабушка с дедушкой. Они сегодня остаются с нами. Мама с папой идут по делам. А мне на урок русского. Ты ходишь на уроки? Вот почему ты так хорошо говоришь. Увидимся. А моя бабушка с нами не остается. Говорит, что уже слишком старенькая. А она что, болеет? Не знаю. Вроде бы нет. Но бабушка часто говорит, что старость, как снег, приходит внезапно. Что скоро все зубы выпадут и песок посыпется. Что к старости рога вырастут. И никому она не будет нужна. А еще я прочитал. Когда человек становится старше, у него пропадает часть рецепторов. Это такие маленькие точечки на языке, которые передают вкус еды. Я не хочу терять точечки. И не хочу стареть. Бабушка, дедушка, пожалуйста, не старейте. Мирочка, ну ты что? Что такое случилось? Ева рассказала, что бывает с людьми в старости. Я не хочу, чтобы у вас песок сыпался. Давайте во всем разберемся. Мы уже сильно опаздываем. Пойдите. Мы сами во всем разберемся. Ну, что там за истории? Расскажите. Как это становиться старше? Не старше, как я и Миры каждый год. А старее? Ева сказала, что к старости зубы выпадут и рога вырастут. Рога – это точно неправда. А с зубами может быть всякое. Поэтому так важно их чистить каждый день. Когда человек становится старше, с его телом происходят разные вещи. Я плохо вижу без очков и часто хуже слышу. Я уже не могу так быстро бегать. Я уже не могу так быстро бегать, как раньше. В детстве я обожал прыгать в озеро с тарзанки, разогнаться с берега, как полететь и плюхнуться в воду. А я по деревьям лазала лучше всех. Меня ни один мальчишка не мог догнать. А теперь вот правая рука стала по утрам болеть. Значит, вы чаще болеете? Не совсем. Мы реже подхватываем вирусы. Наш организм уже переболел многими болезнями за всю жизнь. И его трудно удивить. Наш иммунитет стал сильнее. Есть люди, которые скучают в пожилом возрасте, но нам с бабушкой весело. У нас теперь много свободного времени. Мы же не ходим на работу и можем больше быть друг с другом и с нашими друзьями. Если бы я не ходил в школу, мне было бы тоже весело. Сейчас я могу потратить весь день на чтение и закончить книгу за три дня. Сколько же сказок ты можешь прочитать за месяц? Очень много. А я, наконец, занялась йогой. И рука стала болеть меньше. И еще. Смотрите. Ох, зубы же ломят. А вот и нет. Представляете, с возрастом зубы становятся менее чувствительными. Так что я спокойно могу кусать мороженое. А потом пить горячий чай. Когда я стану бабушкой, я буду есть много мороженого и смотреть мультики. Оказывается, старость – это совсем неплохо. Это как детство. Только не надо рано ложиться спать. Именно слово «старость» часто пугает людей. Поэтому я решила называть его по-другому. Время радости и ничего не деланья. Ну, не знаю. У меня много дел. Ко мне сегодня приходит ученик. А вот и он. Пообедай с нами, а потом будем учиться. Всем привет. Знаете, чего нам не хватает? Чего? Мы разучились играть. Научите нас играть во что-нибудь. Ура! Давайте искать сокровища! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Порвался? Нет. Не говори никому. Почему? Мама же не ругает нас за порванные вещи. Просто не говори. Ладно? Так надо. Ты чувствуешь то, что чувствуешь? Это нормально. Мне нельзя говорить то, что случилось с Гошиным рюкзаком. И он очень-очень расстроен. Давай-ка во всем разберемся. Можно? Угу. Ты в последнее время сам не свой. Часто сидишь один в комнате. Что-то в школе? Ничего особенного. Рыжий пришел. Вот так вы смотрите на него. Он каждый день приходит. Класси отсюда. Ты что молчишь? Я смотрю игру. Ну смотри, смотри. Ой, что с лапу? Ой, уху! Я заплачу. Ой, только не расплачься. Поговорить всегда бывает полезно. Одна голова хорошо, а две лучше. Помнишь, как мы вместе смогли решить задачку по математике? Краска для волос? Кажется, что-то все-таки происходит. Это началось после каникул. Ха-ха! Рыжий! Рыжий! Все равно пропустишь! Да! Да, он играть не умеет. Сиди лучше дома. Иди домой. Это очень обидно. Я просто хочу быть как все. И я подумал, ведь можно поменять цвет волос. И тогда больше не будет проблем. Ты можешь пытаться изменить себя, но ты не сможешь переделать других людей. Они будут находить другие поводы для такого поведения. Мы все разные. У каждого есть свои особенности. Во внешности или в характере. То, что их кто-то не принимает, проблема того человека, а не твоя. Так он пытается выглядеть более значимым. Я понимаю, нет смысла менять себя, чтобы кому-то нравиться. Но что мне делать? Я просто хочу ходить в школу и не думать об этом. Разреши нам с мамой поговорить с твоей учительницей. Никогда! Я не буду ябедничать. Это же трусость. Ты не ябедничаешь. Ты защищаешь себя. А для этого нужна храбрость. Нельзя играть по правилам тех, кто обижает. Важно, чтобы правила были справедливы. Согласен. Но пока, пожалуйста, не ходите к учительнице. Я попробую сказать им честно. Хорошо. И помни, мы с мамой всегда рядом с тобой. Как и твои друзья, поддержка придает уверенности в себе. А уверенность решает многие вопросы. Опять пришел. Не стоит так делать. Мне это неприятно. Кто ведет-то? Наши ведут. Но им надо усилить защиту по левому краю. Держи левый край! Эй, стоп! До завтра! До завтра! Вулкан по левому борту! Осторожно, лава! Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Уйди! Сам уходи! Я тут танцую! Я был первый! Ну и что? Ты глупо танцуешь! Дай сюда! Дай! Это всё из-за тебя! Что вы тут кричите? Гоша порвал платок! А, мой платок! Мне его папа подарил! Гоша! Жалко платок! А ещё он не давал мне танцевать! Ох, Гоша! Прогонял меня с ковра и выключал музыку! Мира? И вообще, я младше! Неважно, кто старше, а кто младше! Нельзя обманывать! Гоша, наверное, сейчас очень обидно! Да, как-то это всё нечестно! Надо просто успокоиться И тогда получится Подышать Попить воды Сходить в душ Погулять Отвлечься Послушать музыку Мы же вместе его порвали А мама подумала На меня Нечестно И обидно Это как предательство Предательство Извини меня, пожалуйста И меня Мне очень жаль, мам Знаете, люди могут ругаться Так бывает Важно уметь мириться Пойдём играть Осторожно, лава! Можно ругаться Только не драться Можно сердиться Но не обзываться И если, кажется, ссора прошла Можно скорее покрепче обняться Субтитры создавал DimaTorzok Тут мы живём Здесь будет твоя комната А здесь кухня Динам Динам Д Nitра Динам 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 Угл Отл 2 Динам 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 А кто твои родители? Вот же они! Нет, а кто настоящие? Они есть настоящие! Ой, кажется температура. Сегодня остаёмся дома. Чем бы заняться? Что бы поделать? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА А помнишь, ты мне будильник в рюкзак подбросила? А помнишь, ты меня на велосипеде возил? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА А это когда было? Меня тогда ещё не было. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Это когда ты пришёл из детского сада? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Нет. Из детского дома. Это место, куда попадают дети, в которых нет мамы и папы. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Но их оттуда можно забрать, как забрали меня. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Чай с малиной, лекарства от кашля и ноги держите под пледом. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА А кто тебе делал чай с малиной, когда ты был там? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Никто. А если ночью становилось страшно, кто приходил? У меня были друзья. А теперь приходим мы с мамой, потому что детский дом не место для ребёнка. ПАП, вы же настоящие? Мои родители? Конечно, настоящие. Ведь любовь у нас настоящая. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Хотя я могу превращаться... ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Внимание, внимание! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Как же здорово иметь старшего брата! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Вообще здорово иметь семью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова